Всем привет! Для всех сегодня будет очень полезный ролик. Мы сегодня отключим практически всю рекламу, которая есть на твоем телефоне. На что это повлияет? То есть ты будешь меньше видеть рекламы, когда запускаешь абсолютно любое приложение, в самом приложении, перестанут всплывать различные окна с разной информацией, чтобы ты что-то приобрел и так далее. Это, конечно, очень сильно повлияет в лучшую сторону на твой смартфон. В первую очередь вы, конечно, снизите нагрузку и на процессор, и на оперативную память, и на всю систему Android. Телефон станет шустрее работать, все приложения станут нормально запускаться, нормально все обрабатывать, и телефоном, конечно же, станет комфортнее работать. Плюсов от этого очень и очень много. Мы не будем, конечно, использовать абсолютно никаких программ. Все будем делать через стандартные настройки, стандартными способами. Потому внимательно смотри, не пропускай важные моменты, и у тебя однозначно все получится. Сейчас буду показывать на телефоне Xiaomi, но если у вас телефон какой-то другой фирмы, Samsung, Honor, Huawei и так далее, все вот эти настройки, они очень похожи. Просто можешь их найти точно так же по названию и отключить. Итак, самым первым делом мы заходим в стандартные настройки. Ищем раздел, который называется «Приложения». «Все приложения». Вот здесь вверху нажимаете «Троеточие» и нажимаете «Настройки». Вот здесь у вас будет активирован пункт «Получать рекомендации». Его нужно будет отключить вот таким образом. Забегая наперед, скажу, что абсолютно все настройки, которые я сейчас буду показывать, они все активны еще при самой покупке телефона. Потому 100% они у вас все активированы. Дальше давайте полностью выхожу, чтобы было понятно, что мы будем нажимать дальше. «Настройки». Вот здесь воспользуемся поиском и пишем «Рабочий стол». Можно, в принципе, не полностью написать. Вот уже нашло. Нажимаем на «Рабочий стол». Листаем немного ниже. И вот здесь пункт «Показывать предложение». Отключаем его. Дальше возвращаемся. Снова заходим в «Настройки». Ищем пункт «Пароли и безопасность». «Конфиденциальность». Вот здесь листаем немножко ниже. Отключаем пункт, который называется «Участвовать в программе улучшения качества». Отключили. И еще немного ниже есть «Рекламные службы». Нажали. И вот здесь есть персонализированная реклама. Отключаем. Дальше снова выходим. «Настройки». Ищите пункт, который называется «Конфиденциальность». Вот здесь листаем ниже. И нажимаем на рекламу. Вот здесь нажимаем «Сбросить рекламный идентификат». «Подтвердить». Вот здесь отключаем галочку «Вести журнал отладки для объявлений». И нажимаем «Удалить рекламный идентификатор». «Удалить». Все. У вас должно остаться только получить новый рекламный идентификатор. Дальше снова выходим. «Настройки». Заходим в «Пароли и безопасность». «Доступ к личным данным». И вот здесь отключаем пункт, который называется «МСА». Нажимаем на вот эту галочку и идет отзыв разрешения. Здесь дожидаемся 5 секунд и потом нажимаем «Отозвать». Нажимаем «Отозвать». Идет отзыв разрешения. Смотрите, на некоторых телефонах с первого раза не получается. Сейчас все прошло успешно. Но если у вас с первого раза не получается, пробуйте 2, 3, 4 раза. И оно все равно отзовет. Дальше. MIUI Damon точно так же берете и отключаете. Это 2 заразы, которые ответственны за наличие рекламы в вашем телефоне, за закачку различного мусора и так далее. «Отозвать». Сейчас все успешно прошло. Дальше выходим. Заходим в «Настройки». Воспользуемся нашим поиском и напишем слово «Темы». Заходим на «Темы». Вот здесь внизу такой, как «Человечек» будет. Либо сейчас у меня смайлик. Нажимаем на него. «Настройки». Здесь нужно отключить два пункта. «Показывать рекламу» и «Персональные рекомендации». Отключаем. Дальше выходим снова, чтобы было понятно, куда будем заходить. Дальше. Где у нас на самом деле очень много рекламы? Конечно же, в нашем Play Market, который предоставляет нам все вот эти приложения. Нажимаем на Google Play Market. Нажимаем на свою аватарку с правой стороны. «Управление приложениями и устройством». Вот здесь нажимаете «Вредоносные приложения не найдены». Нажимаете на шестеренку. И отключаете «Сканировать приложение с помощью Play защиты». Это первый ползунок. И у вас еще возможно активный «Помочь улучшить защиту» «Отправлять неизвестные приложения в Google для анализа». Тоже должен быть отключенный. Дальше выходим. У каждого на телефоне есть стандартное приложение, которое отвечает за музыку. То есть музыкальный проигрыватель. На Xiaomi это просто приложение «Музыка» и выглядит значок вот таким образом. Запускаем его. Если вы даже ним не пользуетесь, то все равно он закачивает рекламу в ваш телефон. Здесь нажимаете на вот такие ползуночки с левой стороны. «Настройки». «Расширенные настройки». И вот здесь есть пункт «Спрятанный». «Показывать рекламу». Отключаем его. И немножко ниже «Персональные рекомендации». Тоже отключаем. Возвращаемся. Дальше. У каждого на телефоне есть стандартный загрузчик, который закачивает какую-то информацию в ваш телефон. Точнее, скачивает вам то, что вы хотите скачать. Вот он здесь находится. Смотрите. Выглядит как вот такая стрелочка загрузки. Заходим на него. Вот здесь нажимаем «Троеточие». «Настройки». И выключаете ползунок «Получать рекомендации». И нажимаете «Ок». Дальше выходим. У каждого на телефоне есть также диспетчер файлов. Либо он может называться «Проводник». Обычно он выглядит в виде желтой папочки на белом фоне. Если какая-то другая модель телефона, то это может быть самая обычная программа, через которую вы смотрите ваши фотографии и так далее. Заходим на наш проводник. Вот здесь нажимаем «Три полосочки». «Настройки». «Информация». И вот здесь отключаем галочку «Получать рекомендации». Дальше выходим снова. Находите у себя значок безопасности. Вот в виде такой молнии на зеленом фоне. Заходим на него. Здесь нажимаем «Настройки». Нажимаем «Очистка». Листаем вниз. И вот здесь «Получать рекомендации». Тоже отключаем. Выходим. У каждого на телефоне есть самый стандартный браузер. Понятное дело, что вы можете пользоваться там Google Chrome, либо Opera, либо Mozilla, Firefox и так далее. Но стандартный браузер, он все равно есть, он все равно присутствует и точно так же поставляет вам рекламу. Если это Xiaomi, то это Mi Browser. Заходим на него. Вот здесь нажимаем внизу на «Человечка», «Настройки», «Безопасность». И здесь отключаете «Персонализация услуг». Выходим. «Настройки». Вот здесь воспользуемся поиском. Пишем «Рабочий стол». На принципе не полностью написать, вот уже нашло. Нажимаем на «Рабочий стол». Ставим немного ниже. И вот здесь пункт «Показывать предложение». Отключаем его. Дальше возвращаемся. Сделав хотя бы вот такие действия, вы уже снизите где-то на 98-99% количество рекламы в твоем телефоне. Это очень положительно скажется на работе твоего смартфона. Он станет намного быстрее, намного шустрее. Перестанет тормозить. Начнет работать намного лучше. И все от этого будут только в плюсе. Подписывайся на канал, пишите комментарии и ставьте лайки.